итак снова всем здравствуйте попросили мне рассказать как переделана крепление малой продольной подачи вот в интернете много написано рассказано как это все переделаться но лучше говорится сто раз увидеть то есть один раз увидеть чем сто раз слышать почитать поэтому решил снять такие видео как это все дело тут переделан и так значит откручиваем или винта который держит новое крепление изначально здесь установлена всего лишь два винта заводская шайба она жидковатая поэтому все ребята переделывают ее на вот такую вот шайбочку принципе раскручивается все не так уж и сложно все мы сейчас раскрутим я покажу давно не откручивал этот вот самый последний болтик как правило всякой гадостью закидывает его стружкой открутили на двигаться тебе так аккуратненько сняли значит что мы здесь имеем заодно почистить все это дело стружки от всякой различного мусора так видно да вот это вот заводская шайба крепится на трех винтах мы снимаем выкидываем заводскую шайбу и вытащим вот такой вот блин значит диаметром у меня получился одиннадцать с половиной вот здесь значит вырезается окружность плотненько чтоб стоял чтобы не было лифта что надо к свободу крутилась и делается небольшой припуск для того чтобы шайба она немножко выходила если такая видно будет может быть вот видите на немножко выходит для того чтобы прижать чтобы они провалилась туда внутрь я немножко вас выступала мы буквально туда на миллиметр где-то даже меньше миллиметра выступ происходит вот такая вот значит переделка жесткой сразу повышается здесь значит был также вот здесь вот был выступ родной но немножко выступал для того чтобы становиться ответил позыва либо сюда либо сюда я его убрал спилил стачем почему потому что он не мешал принципе в нем нет никакой необходимости потому что был выполнен такой уголок для фрезеровки который устанавливается таким образом устанавливается сюда из-за чего забыл выключить потом вот это вот беда снимается я не беда риса держка каруселька снимается устанавливается вот сюда зажимается здесь гайкой шайба это у нас может крутиться и на это место мы устанавливаем вот такие вот кусочки которые мы зажимаем обрабатываем детали можно фрезеровать это было наверное показать это немножко не так наверно с этой стороны так перевернул потому что так не будет не будет видно ничего так устанавливается здесь значит мы имеем болт вот и также здесь имеем отверстие просверленное не отверстие углубление небольшое но чтобы зафиксировать чтобы у нас никуда чу них и не ходила когда мы этот был зажимаем со стороны ну и вот так вот потом также здесь есть отверстие шестерочки болтиками это все так отсюда вот прикручивается так это все прибуду так вот она собирается и мы можем деталь повернуть как нам угодно то есть вот можем так сделать наклон можем это зафиксировать малый продор не повернуть так наклон сделать то есть как угодно хоть так вот так вот хоть вот так можно повернуть поставить как он будет удобно как что мы в зависимости от преследуемых цели можно по-разному развернуть так что вот в принципе что я хотел показать по поводу вопрос как переделаны я думаю здесь ничего сложного нет абсолютно берете это все планка это прижимная вытащилась на этом станке зажималась и металл по моему двенашка был вот и сейчас осталось и после съема одиннадцать с половиной вот так вот ровненько выставить аккуратненько обработал также имеется здесь значит еще в отверстие отверстие видно его вот она сделала это для чего когда у нас вот эта беда вся вот так вот стоит лучше еще не как развернет вот так вот устанавливается все на место то мы здесь можем наблюдать градус когда был не вращать нам например нужно 3 или 4 градуса мы берем вот так окошечко смотрим на диске на этом разметка уже есть там видно и не видно нужно быть видно и через это кошечка мы видим сколько нам нужно градусов нужно так что так поставили все это дело обратно собираете и жесткая станка повышается в разы для сравнения я сейчас для деталей старого заводские не выкидываю слаженых обратно в кейсе в котором мы бы вот была такая планка видите да вот такая это это штатная планка такая беда диаметр который составляет так 678 миллиметров вот ну естественно что она может не прижать практически она у нас устанавливалась болтки наживем всего лишь на двух болтах на шестерочка здесь уже болты стоят восьмерочки ну естественно что она тут прижимала практически так тем более упор происходит толкательное движение на давление на резец вот так и упора здесь практически нету когда выполняете такую планку то жесткость в разы повышается ну вот как бы так что принципе хотел сказать показать значит опять же хочу добавить ребята там профессионалы которые это все уже переделали давно выплюнули вот прошу строго не судить потому что есть много людей которые мало чего понимают и посмотрели на схему не поняли как это должно быть поэтому я лично хочу сказать одно что в наше время сейчас очень мало людей которые занимаются что-то делают что-то пройти своими руками чтоб и вот но а желание есть у них чем-то заниматься и вот когда не посмотрят как это все и для кого-то что-то может быть дойдет кто-то может быть поступит так же переделать вот то есть как бы чем больше будут всяких видосов таких тем лучше потому что честно сказать в наше время читать не все хотят муторная там на форумах особенно много воды и там пока мы что-то найдешь на читаешь так это караул можно может пройти форум это разные бывают очень как сказать одна тема а там 50 страниц и одно и то же каждый выдвигает свою точку зрения каждый свою гипотезу и правильные неправильные а тут видео посмотрел все ясно и сделали себе воздух надо переделать не надо переделать так что вот так вот ребят не судите строго как говорится вот я это видео снимаю для тех кто хочет чем-то сам 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 чем-то заниматься вот как говорится если у него есть желание то я надеюсь что это видео ему поможет всем большое спасибо до свидания до новых встреч до новых встреч отеля до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...